В этот день желающих обратиться за помощью к местным властям оказалось немало. Большинство вопросов касалось улучшения жилищных условий. Так, например, семья Козловых уже более 22 лет ждет квартиру. Валентина Васильевна рассказала главе о том, что более четверти века ее муж Иван отслужил в армии. На сегодняшний день мы так квартиры и не получили. Сразу вроде бы давали нам квартиры, как бы отселение было. Потом, через какое-то время, нас перестали отселять. Сейчас семья Козловых проживает в военном городке Бутынь, в доме, который несколько лет назад признали аварийным. До 2015 года он находился в собственности Министерства обороны. Андрей Иванов пообещал предоставить семье отставного военного квартиру в новостройке. Сегодня мы подобрали такую квартиру в Голицыно, которую буквально завтра, послезавтра они уже появятся смотреть. Я надеюсь, до конца года мы сможем перевести семью, семи человек с маленькими детьми из аварийного дома. Валентина Васильевна признается, поначалу ей даже не верилось, что этот разговор происходит наяву. На глазах женщины слезы радости. За 22 года наконец-то дожидались квартиры. Спасибо всем. Следующие несколько обращений были связаны с газификацией. Жителям деревни Нарасаново с 1998 года не могут провести газ. Валентина Ручкина обратилась к районным властям за помощью. После чего администрация кубинского поселения получила четкое указание принять женщину и посодействовать в решении ее вопроса. По словам Иванова, личные приемы проводятся не для галочки. У нас традиционно проходит прием граждан. День открытых дверей сегодня по случаю празднования Дня Конституции. Это действительно традиция в нашем районе. И личный прием начинается с 12 часов и закончится в 8 вечера. Это проходит во всех 16 поселениях. Чиновники всех уровней и главы поселений принимают наших жителей со всеми наболевшими вопросами. Всего к Андрею Иванову и главам 16 поселений обратилось около 100 человек. Общероссийский день приема граждан проводится ежегодно. В День Конституции по поручению президента Владимира Путина. Дарья Сутягина, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.